Алексей Михайлович – рабочий очистного забоя на шахте Матросская. Интересный он человек, большой знаток литературы, может часами читать наизусть Пушкина, Лермонтова, Твардовского. Мир поэзии ему еще в школе открыл Пушкин. Алексей Михайлович стал собирать все, что связано с именем великого поэта. Посетил вместе с семьей пушкинские места, завязал переписку с учеными, исследователями его творчества, с его потомками. Откликнулась на мое письмо правнучка Пушкина и внучатая племянница Гоголя, Софья Николаевна Данилевская. Меня в частности интересовало, в литературе об этом очень мало пишется, что, например, в гордой Великой Отечественной войне все, способные носить оружие потомки Пушкина, их было 10, встали в ряды защитников Родины. Ну и среди них была одна женщина. Меня интересовал вопрос, кто же эта женщина? Вот я с таким вопросом обратился к Софье Николаевне. Она мне ответила, что это оказалась ее дочь, замужестью Чалик, майор медицинской службы, которая прошла всю войну в составе действующей армии. Я сделал объявление в книжном обозрении. В одном из номеров, январских номеров, было опубликовано, что разыскиваю произведения Пушкина, академического, довоенного и дореволюционного издания, и материал о Пушкине. Вот на это мое, собственно, объявление откликнулось около 200 книголюбов. И так же, даже из-за границы откликнулось. В частности, откликнулось, например, на мое письмо преподавателя Софийского государственного университета, товарищ Костенко, Нина Костенко, которая мне прислала тоже материалы, в частности, очень ценные для меня материалы. Это такие материалы, как, например, книга «Пушкин и его окружение», в которой дается подробные сведения обо всех адресатах, с кем Пушкин был знаком и с кем он вращался. В этой книге собрано 2500 адресатов и краткие биографические данные о них.